всем привет вы не представляете себе какое счастье просыпаться в своей постели это просто счастье тишина никто меня не будет классно что там на улице делается так надо глянуть на улице солнышко но прохладненько высуну носик птички щебечут деревья распускают листики и солнышко светит классно но сейчас я проснусь моюсь и расскажу вам как я очутилась тут вообще ну что мои хорошие я дома я проснулась я пью кофе а короче как я приехала домой вчера вчера я уже почувствовала что я вообще устала честно говоря устала я и находиться в гостях кстати у меня на календаре еще взглянулась 19 марта я уехала к ней дочки а сегодня уже 6 вчера 5 вчера приехал мы решили что можем немножко отдохнуть друг от друга потому что тяжело находиться все время дома всем друг у друга перед глазами мельтешить уже друг друга все раздражают в общем я так соскучилась по тишине я уже дочке сказала хочу домой хочу тишины хочу отдохнуть в общем она говорит поезжай я походу про простудилась наверное чуть-чуть хотя не знаю сейчас уже не знаешь чё и думает это я дня три назад наверное упалась холодной воде вернее я намылилась у нее купалась вода горячая шла я намылилась и раз пошла холодная вода оказывается она там что-то где-то обшипнула и вот этот датчик газовый он сработал начала сигнализация пикать и отключилась колонка а я так ванной закрыта мне не слышно и в общем она там пока звонила куда-то чтобы узнать что что случилось как там это все отключить включить в общем я успела замерзнуть я там пыталась смыть холодной водой но вода то ледяная в общем хотела смыть этот гель ну гель для душа а он так быстро то не смывается в общем я там закуталась простым q которая там лежала грязном белье вышла говорю что такое что случилось все смыться не могу нам говорит уже все включила уже сейчас пойдет горячая вода в общем я успела замерзнуть и возможно я простыла из-за этого но сейчас на данный момент у меня как бы ничего не болит только болит голова но болит голова она у меня как раз уже третий день я вчера приехала домой у меня прям вечером легла от болит болит голодума по мере температуру такое ощущение как будто температура померила 37 у каши никакого ничего не было сегодня так чувствую немножко как будто чуть-чуть горло вот немножечко так обаливает что ли немножко вот ну пока ничего кстати дочка у меня кашляет она уже две недели она вчера поехала а сначала мы пытались онлайн врачу куда-нибудь обратиться там платные какие-то яндекс здоровья там платная услуга мало того что вам перезвонят с вами свяжутся через восемь часов и в общем это там 500 рублей там предлагали в общем чтобы это быстрее как бы было ну в общем платные потом еще письмо присылали там 200 рублей но что-то такие то деньги потом я позвонила в поликлинику в регистратуру нашу но дочка разговаривала по телефону и ей наверное послышалось что сказали после двух часов в общем она дождалась двух часов поехала в поликлинику приехала туда дежурный врач вроде как принимает приехала туда и сказали врач до двух часов принимал уже врач ушел нет никого нет все приходите завтра вот а у нее кашель две недели ну есть предположение что это аллергический кашель хотя она аллергия как-то не страдала у нас то ремонт и при том что она там замазывала стены шкуркой вот это затирала но надышалась пылью вообще могло быть конечно это и аллергическая вот в общем она там зодок по моему принимала пару дней но что-то зодок ей не помог все равно кашель продолжается в общем у нее сухой кашель и и сильный постоянно кашляет вот в общем короче я уже говорю может уже все носители но даже слышать об этом не хочет в общем короче я не знаю это же вот сейчас я так понимаю что там принимают только тех у кого температура явные признаки простуды то есть если у меня явных признаков простуды нету температуры как бы нету 37 сейчас померила 36 8 вроде нормальная температура то значит мне в поликлинике делать нечего у дежурного врача и тоже по этому поводу скорую не вызывают я уже порылась вчера в интернете посмотрела что что чего куда обращаться общем никуда не обращаться вот такие дела вот так что вот все сидим дома если это простуда а может это не простуда вот теперь сиди и гадай на вот ну конечно с этими признаками бы раньше бы я и не стала бы обращаться к врачу конечно уже к врачу бы пошла если действительно там уже что-то было температура что-то кашель ножи как бы явные признаки были бы в руи а так как сейчас вот этот вот у нас коронавирус поэтому начинаешь думать а вдруг я уже носитель вдруг я уже заразилась хотя в общем предохранялись но такое дело что тут уже не не предохранишься все равно где-нибудь может просочиться этот вирус в общем короче говоря приехала вчера домой думаю сейчас приеду искупаюсь и завалюсь на диван приехал открывая горячей воды нет холодная вода идет но напор слабый а мне на днях звонила одна моя приятельница с соседнего подъезда и спрашивала по поводу горячей воды и сказала я не дома я не в курсе ну тут уже я вчера к ней позвонила что такое что с горячей водой она горит уже нету больше двух недель мы уже звонили и в жеу они нас направили водоканал водоканал звонили они нас направили в жил туда-сюда направляли общем они звонили уже возмущались заявку оставляли в итоге им сказали у нас людей не хватает все на карантине некому делать вот ну как я понимаю что давление водоканал дал слабая из-за этого горячая вода не поднимается хотя на втором этаже вода горячая есть но она там иногда пропадает но напор слабый но она там есть то есть как бы вода горячая есть в доме но не поднимается она наверх у меня с горячего крана вообще ничего не течет но теперь не знаю надо еще сегодня выяснять вот с этой водой горячей потому что умываться мыть руки мыть посуду в холодной воде это все очень очень неудобно и я вчера купалась и вчера померила температуру 37 думаю ах вот еще мне этого не хватало все думаю надо искупаться надо быть готовой ко всему я вчера нагрела воду тазики в общем помыла голову искупалась и уже тогда как-то мне стало легче на душе ой кошмар в общем короче девочки не знаю что сегодня буду делать вообще мне хочется ничего не делать но я хочу с вами немножко пообщаться я хочу видео снять потом мне нужно сходить в магазин купить кое-какие продукты потому что может быть и не пойду потому что немножко я взяла там у дочки там пару сарделек хлебушка там но немножко но чего-то у меня конечно холодильника пустой все это время был все равно кое-что нужно еще прикупить мне из продуктов чтобы было чё покушать поэтому я еще сегодня планирую выйти из дома что я готовить буду еще не знаю ну как вот придумаю так и скажу вам в общем то больше никуда не планирую выходить только вот рядышком магазинчик сбегать и все но буду наблюдать за своей температурой и в общем то буду сегодня наверное больше лежать отдыхать если мне обстоятельства позволят это сделать мне бы очень хотелось отдохнуть потому что вот честно говоря вчера у меня даже вот порывы взять камеру и что-то вам сказать было много чего прям я возмущена была всем мне все возмущало вчера я была прямо на нервах но вот из-за того что я была вчера на нервах я поэтому не стала брать камеру чтобы вот не возмущаться вам сильно много на камеру думаю уже утром проснусь успокоюсь и спокойно расскажу вам что к чему вот такие вот дела мои хорошие я так понимаю что же у нас расслабилась водоканал расслабился так как карантин многие дома сидят работники жаловаться некуда жалуйтесь интернету если хотите сколько хотите никто вам ничего не придет и не сделает сидите с холодной водой и все чтобы не происходило в общем сидите и дома и все но сейчас я еще продолжаю пить кофе кофе попью сейчас лягу телевизор чуть-чуть посмотрю если что-нибудь всплывет и я вам обязательно скажу в общем девочки посидела сейчас в интернете где-то наверное часа полтора пыталась где-то куда-то написать какое-нибудь письмо с обращением что у нас вот такая проблема с горячей водой в общем гис жкх там нужно заполнить форму хоть я там в госуслугах я оформлена но там нужно заполнить форму адрес и вот когда я дошла до строки моя улица там моей улице не оказалось то есть вот этот вариант отпадает позвонила я в жил мне сказали звоните в колл-центр мы не работаем позвонила в колл-центр мне сказали что необходима чистка бойлера обращайтесь свою же короче говоря я говорю так куда нам жаловаться уже обращались и в общем они сказали не работает в общем говорят чистка бойлера это не так быстро делается игру но уже две недели третью неделю люди сидят без горячей воды она там видимо позвонила связалась говорит но они не могут найти компанию работающую сейчас на карантине все я говорю то есть получается что нам нужно сидеть с холодной водой до конца карантина и жаловаться нам некуда жесть сейчас я попробую позвонить еще раз в это в наше жил это конечно это конечно вообще в шоке просто в шоке вот понимаете это называется что сказали людям сидите дома все все коммунальные услуги будут работать и все и жаловаться получается что уже и никому никто не работает понимаете в чем дело такие дела так это не то мне сообщение пришло ладно я попробую сейчас позвонить я конечно в шоке и конечно в шоке девушка я еще раз извиняюсь я к вам только что звонила вы мне послали в колл-центр по поводу горячей воды сказали что нужно чистить бойлер они в курсе и говорят обращайтесь ваше же у вы же тоже наверно в курсе да что у нас бойлер типа чистить надо ну хорошо на удаленке вот мы поэтому с вами разговариваем по телефону и что делать куда теперь жаловаться я не знаю но немножко сколько примерно терпеть ну а начальник в курсе этих событий потому что дело в том что останавливаться я не собираюсь я не знаю сколько еще можно терпеть потому что в холодной воде это ужас я уже простыла это кто он тот который будет чистить бойлер то есть он кроме него больше никому только ладно но я надеюсь что это будет сделано потому что он жаловаться придется уже куда-то вверха идти и жаловаться ну понятно дело сейчас начнем болеть на чем вызывать тут скорость температура и начнут у нас тут коронавирус выявлять а причина окажется что тут холодная вода люди попростывали вам же тоже неприятности не нужно но все надеюсь что вы держите руку там на пульсе и в общем чтобы не не это не останавливались на этом деле потому что это не хорошо что это происходит хорошо я я надеюсь на вас надеюсь здоровья вам все доброго ну вот как видите вот такие дела хотя мне вчера соседки сказали что они уже туда звонят и уже звонят они уже туда две недели в общем просят и просят чтобы это сделали в итоге что выяснилось что вот на днях буквально там не знаю пару дней назад два-три дня назад какие-то тут мужчины ходили что-то там они смотрели вот ну как я сейчас услышала это поняла что они пытались почистить фили фильтр там в этом бойлере оказывается что там нужно весь бойлер чистить что он забит и все это оказалось у нас как раз на период карантина вот и мы сидим с холодной водой вот такие вот дела все ладно тема мне это уже надоело честно говоря вот это вот я ужасно не люблю этими коммунальными делами заниматься это тут как засядешь как погрязнешь в этом всем и можно часами сидеть и ничего в итоге не добиться нет я я добивалась обычно чего-то но это можно просто неделю там ждать и каждый день какие-то звонки переписки и все так как я все время здесь постоянно не нахожусь в любой момент могу уехать обратно к дочке но по крайней мере ладно я уже выяснила для себя что что надо ждать этого человека который должен прийти дай бог ему здоровья чтобы он приехал а его не пускают из области дороги перекрыты и чтобы он дай бог сюда доехал и к нам пришел и живой и здоровый так как он один единственный другого нет его заменить неким получается да и чтобы он нам этот бойлер почистил и чтобы у нас пошла вода горячая вот такие дела мои хорошие ну что делать будем ждать ну все мои хорошие я вот собралась сейчас пойду в магазинчик сбегаю комната пока проветрится куплю необходимые мне продукты приду буду отдыхать ну что-нибудь приготовлю себе конечно покушать и буду отдыхать шатину магазине все есть народу нет народу вернее мало но люди в масочках в основном масочках попадается ну все на полочках есть так что покупают и дома ну вот я сходила в магазин купила себе продукты что я взяла себе колбаску сыр немножко овощей яблоки хлеб яйца пироженка взяла шоколадку взяла в общем короче буду сейчас баловать себя чем-нибудь в общем что я решила приготовить я решила сделать типа как жаркое по домашнему я свининку порезала кусочками такими небольшими сейчас я ее обжарю и отложу а потом на сковороде я просто пожарю картошку с луком и потом добавлю уже в конце туда эту свининку все вместе чуть-чуть потушу и будет у меня вот такое жаркое буду жарить на растительном масле больше ничего соль может быть лавровый листик еще и все девочки вот я обжарила свинину нарезала лук и положила жарится уже картошку когда картошка подрумянится когда я закину туда мясо не сначала я поджариваю картошка вместе с и лук там все закину мясо кстати девочки я открыла эту коробочку faberlic где у меня тут шоколадки вот эти вот и попробовала вчера здесь здесь половина темного шоколада половина молочного я одну такую одну такую вчера съела ну в общем ничего такие шоколадочки обычные плиточки небольшие ну как подарок это в общем приятно такую коробочку красивую подарить ну могу сказать что ничего особенного в шоколаде нет просто обычный шоколад горький молочный ну вот и готово мое жаркое сейчас сажусь кушать меня солененькие огурчики есть так что вот сейчас сяду получать удовольствие никакой диеты хочу вредную пищу поесть получить удовольствие ой как хорошо девочки что можно посмотреть через интернет повторение передачи голос у нас дети которая была в пятницу которую я смотрела очень тихонечко телевизор работал потому что ребенка укладывали спать а сейчас я включила громко и слушаю детские песни молодцы очень талантливые детки очень ну вот я уже полежала посмотрела телевизор уже прошло больше часа после того как я поела и вот захотелось мне тортика какой-то я взяла тут восточный ветер не знаю что это метрополис но выглядит так привлекательно в общем сейчас открою и посмотрю вкусно не вкусно надо покушать попробовать открыла крышку смотрите какая симпатяга и тут еще такая вот шоколадочка да шоколадка ну шоколадку я ставлю на потом сейчас попробую вообще что за тортик тортик свеженький попробуем вот так он выглядит в разрезе в общем вредности хочу покушать вредности хочу получить удовольствие так удовольствие уж сполна девочки здесь медовый бисквит апельсиновый джем и карамельный крем очень вкусный напоминает рыжик рыжик напоминает очень вкусный такой рулетик мне нравится вкуснятина девочки я решила сделать молочный коктейль если кто не знает как я делаю 200 грамм молока но я не буду делать холодный поэтому без мороженого молоко комнатной температуры средний бананчик бананчик туда его просто покидаю ну так вот кусочками можно сиропа ложечку можно варенье но мне в парик варенье малиновое есть есть силы малиновое хочу малиновое варенье не знаю мне такое ощущение что я как будто простыла но мне температуры нету горло не болит но ощущение есть голова подбаливает ой не знаю что такое там со мной мы все и блендером все это сбить кстати девочки нашла в ю тубе какой-то сериал новый охотница называется начала только смотреть и он мне уже понравился у меня уже зацепил буду смотреть дальше скажу вам потом как попробую что там у меня вышло о просто чудо ай вкуснятина необыкновенная кстати не холодная а летом классно его пить холодным туда можно молочко холодное а можно мороженое еще добавить но так как я простыть сейчас не хочу а может я уже простыла я не знаю поэтому пью такой комнатной температуры вот эта пенка это просто 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 вкусно девочки решила побаловать себя не знаю еще мысли тут всякие разные лезут в голову да а вдруг там я заболела уже и может быть это все конец я не знаю стоит думать как говорится перед смертью не надышишься шучу конечно ну все допиваю короче говоря коктейль и пошла смотреть серию первую но мне уже в принципе вот начало уже понравилось посмотрим мне кажется вот такой интересный детективчик должен быть современники такой ну что мои хорошие в общем на этом день закончился сегодня чувствую себя нормально таблетку от головы выпила цитрамон цитрамон п и в общем нормально посмотрела я сериал охотница там две серии детективчик в общем нормальный сериал мне понравился а сейчас я посмотрю программу время и буду смотреть сериал ищейка новый сезон но на этом я хочу свое видео закончить небольшое такое видео в общем один день дома я сняла ну а завтра будет новый день и будет новое видео я сейчас правда видео стала снимать пореже ну потому что в общем то мало каких-то новых впечатлений мало куда выхожу и готовить тоже каждый день не готовлю ну и потом одно и то же снимать не хочу пока еще я отдыхаю ничего нового не придумала но я думаю что когда отдохну наберу сил и у меня появятся какие-нибудь идеи я что-нибудь для вас может быть и сниму что-нибудь интересное ну а на этом я видео свою хочу закончить кому мое видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока а а и